Комсомольская правда Мы хотим сегодня начать с разговора о несостоявшемся, неудавшейся попытке провести через Совбез ООН создание трибунала по малазийскому боингу, разбившемуся под Донецком. Но, учитывая то, что происходит сегодня на валютном рынке, в общем, давайте историю света, которая была вполне ожидаемая. Здесь самое главное, самое интересное, как Запад будет пытаться в обход Совбез ООН нас под это дело подвести, нагнуть, признать во всем виновными. Давайте все-таки о рубле и долларе и евро поговорим, потому что минус 2,58 евро, минус 2,12 доллар. Михаил Геннадьевич. Так, но это все курс банка России, который отражает, так сказать, кумулятивно. А сегодня, на самом деле, процесс продолжился. Сегодня на рубль на бирже подорожал доллар и почти на рубль, на 93 копейки подорожал евро. Это не связано ни с какими колебаниями доллар и евро. Во-первых, одинаково они отросли практически, а во-вторых, колебаний просто физически не было. А это связано с двумя вещами. Во-первых, подешевела нефть на 3%, и чуть-чуть она сейчас больше 50 долларов за баррель, 50 с половиной. Но это американская, да. И легко может уйти дальше. Хорошо. То есть это всегда очень сильно пугает. Это связано, с одной стороны, с замедлением китайской экономики, которая, в общем-то, все мировые рынки держат на своих плечах. И возникает нехорошее ощущение, что мы можем войти в депрессию чуть раньше, чем предполагали, в глобальную, в общем-то, мировую депрессию. Потому что Китай будет мир в нее встряхивать. Во-вторых, может быть, все-таки выход иранской нефти на мировой рынок был отыгран не полностью во время переговоров. Хотя, я думаю, что был полностью. Вот, может быть, какие-то еще есть элементы флуктуации. Некоторые, так сказать, затишья на Ближнем и Среднем Востоке. Тоже подталкивает нефть вниз. Но, тем не менее, это вызвало очень сильную панику у нас. Потому что либералы прилагали все усилия четверть века, чтобы наша зависимость от нефти усугубилась. Ну и, в общем-то, свои цели добились. Мы зависим от нефти очень сильно. С другой стороны, сейчас лето. Правда, никто этого почему-то не замечает. И мы с вами работаем как кролики. Да, и вот меня интересует. Вот тут все борются с коррупцией. Все разговаривают о том, что опять какие-то газзаказы попили. Кто украл лето? Вот какой, чуть фамилию не назвал, украл лето. Черт возьми. Да? Потому что вот что должно интересовать. Вообще, глобальное потепление, все кричат о глобальном потеплении уже лет 10. Глобальное потепление пока что проявляется в основном в беспрецедентном похолодании. Но, тем не менее, лето. Люди отдыхают на зло всему, на зло природе. Я вот знаю, что вы только что вернулись из отпуска. Да. Я туда собираюсь. Назло. Банку России в голове с госпожой Набиулиной. И, соответственно, все туда же. Операции, объем операций летних минимален. Соответственно, раздули для спекулянтов. Если раньше, чтобы как-то повлиять на рынок, вам нужно было условно 10 миллионов, то сейчас вы той же самой суммой можете рынок завалить просто. И творить на нем все, что хотите. Ситуация, когда Банк России принципиально не хочет ни в чем участвовать, и принципиально прозрачно прогнозируем, как и весь прошлый год, то есть заранее сообщает спекулянтам, что и как он будет делать, это рай для спекулянтов, это наслаждение, это счастье. И то, что было в валютном рынке в начале ноября прошлого года, нечто подобное мы наблюдаем сейчас. Ваш, давайте тогда не долгосрочный, а краткосрочный прогноз, хотя говорят, что в долгосрочной перспективе всегда прогнозировать легче. Что через неделю будет? Не знаю, что будет через неделю, потому что Банк России может делать все, что угодно. Вот на самом деле, по-хорошему, если бы Банк России действовал разумно, вот через неделю должно быть 70-80, новая плата, и лежать на нем до самого нового года. Это если хорошо, это если они будут действовать разумно и рационально, потому что сейчас лето, никто не обращает внимания, эффект минимален, паника минимальна, негативные последствия минимальны. Но весь опыт прошлых лет показывает, что позволяет предположить, вернее, что Банк России работает в интересах спекулянтов. В интересах спекулянтов нужно, чтобы были максимальные колебания, как говорится, волатильность, чтобы была максимальная паника, максимальная неуверенность, чтобы нас с вами кошмарило, лихорадило. Поэтому нельзя исключить того, что будет еще некоторая одна волна укрепления рубля. Я понимаю, что это звучит уже немножко странновато, но ощущение, что все-таки рубль еще может укрепиться. За счет чего? Никакой спекулянт не может переламывать рынок бесконечно. Раз. Он отступит. Второе. Ну, как бы в экономике ничего катастрофического не происходит. Конечно, промышленность там в очередной раз порадовала, в июле промышленность ухудшила, так сказать, все показатели, но, тем не менее, ничего такого обвального не происходит. То есть, рынок должен просто отыграть. Если это неосознанная политика Банка России по переводу рубля на новый уровень, что было бы хорошо и было бы правильно, но вряд ли, потому что Банк России за последние полтора года ничего хорошо и правильно не делал. Если это просто игра рыночных сил, то должно отыграться обратно. Но в целом рубль будет слабеть. В целом, ну, не хочется говорить, что доктор сказал, в морку, но, в общем, в том направлении. Потому что стабильность валюты производная от эффективности госуправления. У нас государство всячески продолжает блокировать развитие всеми силами. всеми средствами. Не допускает никаких, ну, почти никаких реальных проектов. Ну, вот, значит, все будет туда падать. Хорошо. Если так, то будущее бюджетов, будущее уровня жизни населения, в первую очередь, незащищенных слоев. Давайте по порядку. С незащищенным населением все понятно. А незащищенное население живет за счет импорта. Что происходит с импортом при падении рубля? Он растет, дорожает. Он дорожает. Так точно. И даже если импорт совсем-совсем дешевый китайский, или довольно дешевый турецкий, он же он дорожает. Никуда он не денется. Так что импорт будет дорожать, бедные люди будут чувствовать себя хуже. Что будет с бюджетом в целом, Михаил Геннадьевич? Давайте тогда вот обсуждение этого тоже, наверное, не самого веселого вопроса. Нет, для федерального бюджета все чудесно. У нас в июне вообще был профицит. У нас был профицит в июне. Все подробности профицита, июньского профицита бюджета, через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Михаил Делягин в нашей студии. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Свон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко, жестоко. Слушайте на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». 17.17 в Москве «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челшев и микрофон. И в нашей студии доктор экономических наук Михаил Делягин. Мы начали... И сразу, сразу я позволю себе перебить вас, потому что я не договорил про скачок доллара, про падение рубля. Дело в том, что я так хорошо отношусь к Банку России, что я забыл главную причину. Я просто сказал все выводы, но я не назвал саму причину падения рубля. То, что Банк России ведет себя неэффективно, неразумно, нерационально. Я сказал, а в чем это выразилось, здесь я забыл сказать. В том, что в пятницу Банк России торжественно снизил ключевую ставку с 11.5 до 11% годовых. И, судя по всему, он ее не просто снизил, но еще и рубли дал по этой пониженной ставке. Ну все, в пятницу деньги дали, в понедельник они пришли на валютный рынок. Что вы хотели? Хотите? Банк России принципиально отказывается от любых ограничений валютных спекуляций. Вот, пожалуйста, те, кто из вас до сих пор хранит забережения в рублях, ощутили его разумность, эффективность и, скажем так, адекватность на собственных кормах. То есть, получается, на рубли, купленные у Банка России, банки первым делом в понедельник начали скупать активную валюту? Ну, не все, но, наверное, кто-нибудь из них. Кто-нибудь из них. Может быть, банки успели кого-нибудь прокредитовать. А тот, вместо того, чтобы начать строить свинарник, решил, что он, пожалуй, месяцок посидит с валютой. Заработанные деньги, помимо свинарника, от укрепления валюты, построит себе дачку в Монте-Карло каком-нибудь. Еще различные бизнес-планы, Михаил Георгиевич, говорят. Правильно. Вот поэтому необходимо разграничение инвестиционных денег и денег, которые идут на реальный сектор. Все страны, которые проходили наш нынешний уровень зрелости финансовой системы, все развитые страны, они это разграничение вводили, потому они и стали развитыми. Кто вводил это разграничение, тот смог развиваться. Кто не вводил, остался в ситуации Африки. Вот в Соединенных Штатах Америки разграничение отменили, знаете, когда? В 99-м году. Не так давно, 16 лет назад. А до этого оно действовало. Так что, к сожалению, наверное, это ослабление рубля вызвано действиями Банка России в первую очередь и удешевлением нефти только во вторую очередь. Мы остановились на вопросе о бюджете. Вы сказали, что в бюджете все будет пока все хорошо. В федеральном бюджете статистика пока только за июнь. У него хорошо. У него план по доходам перевыполнен полугодовой. Это, конечно, инфляционные доходы. Но это плохо для бюджетополучателей. А для бюджета в целом это хорошо. У него профицит в июне месяце. Небольшой символический, но тем не менее профицит. Не используемые остатки на счетах федерального бюджета выросли на 200 с лишним миллиардов рублей. Сейчас это 9 целых... Ну, на 1 июля. Это 9,2 триллиона рублей. В 7 месяцев можно не собирать налоги, не собирать пошлины, штрафы не взимать на граждан. В частности, за неправильную парковку. Да, пожалуйста. В 7 месяцев никто этого не заметит, кроме сотрудников федерального казначейства. Так что федеральный бюджет от денег захлебывается. Ну, а в региональных бюджетах все будет очень плохо. Потому что здесь все зависит от ситуации в регионе. Возможности получения доходов инфляционных существенно меньше. Потому что что значит, что сейчас ослабел рубль? Это значит, что все экспортные и импортные пошлины, они просто стали в рублевом выражении приносить существенно больше денег, чем еще в пятницу. Это просто дополнительный доход для федерального бюджета. Региональные бюджеты получают из внутренних источников деньги. Плюс вся межбюджетная политика выстроена так, чтобы давить, с моей точки зрения, и душить региональные бюджеты. Это имеет некоторое оправдание, потому что у нас очень разная страна. Нужно много изымать у регионов, чтобы перераспределять. Но если у вас по соседству находится Москва с Московской областью и Ивановской областью, ну, понятно, что нужно много забрать у Москвы с Московской областью и передать эти деньги в Ивановскую область, чтобы там хоть что-то росло. Это должно быть больше, чем изымается и перераспределяется, скажем, в Германии или во Франции. Существенно больше, потому что разрыв в развитии существенно больше. Но, во-первых, эти деньги не вкладываются в развитие, они не вкладываются в подтягивание Ивановской области до уровня московской, они не вкладываются в прогресс, они вкладываются просто в проедание. А самое главное, изымается слишком много еще и для того, чтобы ни один губернатор не мог ничего сказать. Потому что если у вас нет денег, если вы даже в Москве получаете дотации, если вы даже в Москве имеете дефицитный бюджет, то, естественно, что вы сильно зависите от федеральных властей. Ну, допустим, в Москве это причина все-таки, не в Минфине, это все-таки, я думаю, московская мэрия причина. А вот в большинстве регионов России это результат целенаправлой политики федерального центра. Плюс давайте не будем забывать, что пару лет Минфин занимался, с моей точки зрения, лоббизмом в интересах крупного государственных банков. Когда в Минфине стучали пальчиком по столу, иногда и не пальчиком, а говорили губернаторам, дорогие господа, почему вы выступаете против развития рыночных отношений, почему вы не берете кредиты у банков, они же такие хорошие. И когда губернатор говорит, да вы знаете, у меня, в принципе, деньги есть, мне не нужны кредиты, я могу как-то выкрутиться. Его заставляли брать, потому что иначе он получает оценку минус. А оценка губернаторов минус может привести к их отставке. В результате у нас сейчас основная часть регионов закредитована по самой «не могу» и находится в кредитной кабале у банков. Ну, а когда сверху наложился социально-экономический кризис, Минфин России сделал вид, что ничего не случилось, что ничего менять не надо, и продолжал свою чудовищную политику. То, что в точные годы было терпимо, в годы, в общем-то, не голодные, но уже скудные, обрушивают региональные бюджеты. Поэтому в региональных бюджетах будет продолжаться беда, плавно переходящая в катастрофу, но плавно и медленно не везде. Социалка будет резаться везде, просто по-живому, или почти везде. Но где губернатор вменяемый, там, конечно, резаться не будет. И, по крайней мере, вменяемый губернатор это будет ограничивать, прятать это от федерального центра. Но, знаете, после того, как в Москве вырезали здравоохранение, ну, режут здравоохранение, извините, после того, как в Москве режут образование, ну, я не могу, никогда не скажу ничего плохого, скажу, какому-то Кировскую область. Потому что там ситуация, понятно, на два порядка хуже, чем в Костроме. Чем в Москве, извините. Ну, можете мы и в Костроме тоже. Михаил Геннадьевич, вот давайте вернемся к стоимости черного золота. Вы назвали падение цены на нефть все-таки вторым фактором, давящим рубль. Ну, естественно, никто же не признает среди официальных людей, что во всем виновата российская... Ну, во многом виновата российское государство, во многом виноват Банк России. Госпожа Небюрин у нас же пользуется. То есть, по официальной версии у нас падение цены на нефть – это фактор номер один. Конечно. По неофициальной версии... Я думаю, это фактор номер ноль. Это фактор главнейший. Вот. Ну, можно обсуждать, да, что главнее. Вот Банк России или цена на нефть. Но понятно, что это два главных фактора. Я не об этом как раз хотел. А, собственно, о дальнейшей судьбе цены на нефть. Потому что вот-вот выйдет из-под санкций Иран. И, естественно, Тегеран первым делом начнет наполнять рынок своей нефтью. Это наверняка приведет к еще более сильному просаживанию цены на нефть. Тут, давайте сразу вот вкупе, да. На прошлой неделе нам объявили о возможном грядущем создании госкорпорации Арктика. Будем защищать наш шельф. И, естественно, будем искать, а что там, где в земной Корее зарыто. И если будут обнаружены большие запасы нефти, то есть они там есть, да, будут официально подтверждены. И мы начнем в это дело вкладываться. То есть еще больше нефти будет на рынке. Не приведет ли это к еще более сильному падению цен? Значит так, при цене 50 долларов за баррель добывать нефть на северном шельфе можно. Но в качестве спорта, в качестве отправления религиозного культа или в качестве исправительных работ для топ-менеджеров, которые это будут организовываться. Так, так. При 50 долларов за баррель будут вестись, как и сейчас ведутся, и драки за доступ к шельфу. И будут вестись интенсивные геологоразведочные работы. И даже там, где уже все застолблено, будет добываться. Но новые месторождения осваиваться не будут, потому что нерентабельно. Они будут разведываться и откладываться до подорожания нефти. Это дело правильное, это дело необходимое. Я скептически отношусь к госкорпорациям. Я бы предпочел, чтобы у нас все-таки государство занялось развитием, ну хотя бы Дальнего Востока, с Крымом по-настоящему, по-человечески. Но большой беды я в создании такой госкорпорации, так сказать, катастрофической не вижу. Давайте подождем, что это будет. А значит, что касается того, что Иран вот-вот выйдет из-под санкций, я завидую вашей широте временного диапазона. Процедура такова, что Иран раньше середины декабря из-под санкций не выйдет точно, а с вероятностью больше 90% раньше середины января. Просто процедура так прописана. А если с ним наизнанку вывернуться не получится. Второе. Вы знаете, у нас сейчас на мировой нефтяной рынок поступает нефть по 20 долларов за баррель. Это так называемое кровавое нефть исламского государства, которое продается через Курдов, через Турцию, через Иран. Неужели вы думаете, что Иран будет... И через Израиль. Неужели вы думаете, что Иран будет продавать по 20 долларов? Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда». Я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России. Веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов. Михаил Геннадьевич, ну вот, благодаря кому, благодаря каким китайцам Поднебесная сейчас едва ли не первая экономика в мире, хотя сейчас, конечно, шлихорадит. Благодаря тем, которые горы в зеленый цвет перекрашивают, или благодаря тем, которые, стреляя, расстреливают тех, кто горы без спроса населения в зеленый цвет перекрасит? Ну, все-таки за это не расстреливают. Ну, подождите. За это сажают. Я думаю, что российские борцы против смертной казни сказали бы, что так и надо, потому что расстрел-то слишком гуманно. Есть такой аргумент в них. Но те, кто работают, те, кто работают, и те, кто обеспечивают порядок. А возвращаясь к цене нефти и Корану, дело в том, что то, что Иран увеличит поставки нефти, было известно достаточно давно, и рынки это отыграли падением с 63 до 57. Вот это был фактор Ирана. А сейчас он уже следующий фактор. Хорошо. А когда все-таки состоится выход иранской нефти, насколько серьезный этот фактор может отразиться на цене? Он тоже будет иметь место, но доллара два, ну три. То есть, не семь, как вот самая новость о грядущем выходе санкций. Нет, нет, а рынок нефти, самый скруппулятивный рынок мира, это рынок ожиданий. Хорошо, тогда, ну, очень коротко, просто новость. Самолет авиакомпании «Эр Кыргызстан» из Бишкека по ошибке приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Краснодаре. На полосе была нанесена разметка, дескать, не парковаться, не приземляться, но нарушили правила воздушного движения киргизские пилоты и посадили Боинг на строящуюся полосу. Заодно и испытали, все прошло гладко. Нет, ну, во-первых, все-таки мастерство пилотов, которые сели на строящуюся полосу, ничего плохого не случилось. Во-вторых, для меня лично это хорошая новость. Потому что я узнал про существование авиакомпании «Эр Кыргызстан» и что она летает, так сказать, по горизонтали тоже. Вот это хорошая новость, потому что одной авиакомпании больше всегда приятно, значит, такое и есть. Вот, ну и на самом деле, ведь его же вел авиадиспетчер, этот самолет. Ведь никто сейчас бесхозно из пассажирских самолетов в небе не болтается. То есть его заводили на посадку, ему объясняли сюда ходи, сюда не ходи. Возникает невинный детский... Да, и это Киргизия, это не Таджикистан. В Киргизии русскому языку продолжают учить в школах, как в советское время. Это не Таджикистан, а не Узбекистан, где по-русски говорят уже с большим трудом, и не Туркмении, где, по-моему, совсем не говорят. Хотя я могу ошибаться. Вот это страна, где русский язык учат. А вот так невольно возникает вопрос, а что же было с малайзийским-то Боингом? Потому что если здесь человек, которого вели диспетчеры, сумел сесть не на ту полосу, хорошо хоть не на какой-нибудь американский авианосец, как в фильме «Бонзай», да, мог бы вообще в сторону куда-нибудь улететь, то, черт возьми, возникает детский вопрос и про малайзийский Боинг тоже. Потому что это мы сейчас сидим и смотрим. Да, вот он отклонился с рейса, с маршрута в сторону и полетел точно над зоной боевых действий, где они шли. Вот он шел на недосягаемой высоте, и он снизился точно до досягаемой высоте, чтобы Су могла до него допрыгнуть. И мы полагаем, что это сделал диспетчер. Ну, а вдруг это сделал летчик, как вот эти вот замечательные киргизские пилоты, которые не туда посадили самолет. Ну, всякое может быть, Михаил Галин, давайте... Как это в анекдоте? Вы тут все одинаковые, да, в этом Краснодаре. Все полосы у вас одинаковые. Давайте перейдем тогда к малайзийскому Боингу. Ну, уже, понимаете, стыдно шутить, неловко на эту тему, но это приобрело характер уже дурного анекдота. Просто дурного. Где нас поливают, нас поливают всей грязью, которую только можно, российское государство благостно улыбается, периодически что-то цедит сквозь стиснутые зубы. Ну, наложили вето в среде безопасности ООН. Я помню, как наложили первое вето в среде безопасности ООН. Наши замечательные дипломаты. Это было, когда решался вопрос о том, как Кипр вступит в Евросоюз. И когда возникла идея о том, что Кипр сначала объединится, а потом вступит в Евросоюз Единым, вот тут некие люди сказали, да зачем нам объединяться с этим Северным Кипром? Нам на юге так хорошо. Если я правильно помню, Россия наложила вето. Первый раз. Потом, приходилось или не приходилось, я, честно говоря, не помню, но наложение вето – это экстраординарное событие. Этого все всегда стараются избежать. Всячески. Даже выпихивая других. Вот. Так что это, строго говоря, это дипломатическое поражение. Вместе с тем было понятно, что международный трибунал, который собирается в ситуации засекреченности расследования, которому просто не допускают наших экспертов, информацию от них берут, не дают ничего. Ситуация, когда мы прекрасно помним по судьбе Милошевича и всех остальных, что такое международный трибунал? Скажем, Гаагский трибунал по высшей Югославии, значит, там, во-первых, судьи из стран, которые либо полностью зависимы от США, либо эту Югославию на карте не дойдут, скорее всего. То есть, это стран, которые вообще никакого отношения к ним не имеют и никогда в никакой международной политике не участвовали. То есть, это без школы юриспруденции страны и без школы дипломатии страны. Ну, и когда две трети подсудимых – это сербы, из всех национальностей, которые там участвовали, вернее, более двух третей подсудимых – сербы, и когда при этом хорваты, которых там всего-навсего четверть, начинают кричать, что это нас ущемляют, сербов должно быть больше, ну, вы знаете, тут стоит срок развести руками. И я напомню, что смерть Милошевича так никто никогда не расследовал. Не говоря уже о том, что Нидерланды являются страной с очень сомнительной юриспруденцией, да простят мне любители Европы. Вот я знаю несколько эпизодов довольно серьезных, но я приведу только тот эпизод, который пользуется известностью. Один наш оппозиционер, по-моему, Александр Домогаров, по-моему, звали, он, когда начались, так сказать, посадки по болотным делам, он бежал в Европу. Он бывший нацбул, он попросил убежище в Нидерландах, и надо же так случиться, что парень работал в корпорации тактического вооружения, делал наши противотанковые ракеты, которые у нас лучшие в мире. Ну, убежище ему не дали, посадили его в тюрьму, ну, в лагерь для тех, кто, так сказать, подлежит депортации. И дальше он там, как официально заявили нидерландские власти, умер неестественным путем. Да, была история. Это официальная формулировка. Причем, судя по документам, которые все-таки он там сумел передать, и все-таки не попали в Россию, человека пытались склонить к предательству. То ли кто-то здесь продал какую-то секретную информацию, на него хотели ее повесить и обвинить ее в разглашении секретных данных, его, то ли у него пытались эту информацию вытащить из-за него. Это вопрос, так сказать, есть сторонники обеих версий. Но факт тот, что нидерландское правосудие отказалось сообщать вообще, что бы то ни было, о его смерти. Он покончил жизнь самоубийством, хотя люди, которые в этом лагере сидели, говорят, что там невозможно покончить жизнь самоубийством физически. Более того, что там кормят таблетками, которые просто ломают волю, человек превращается в растение и не может сам по себе ничего сделать. Его рука не поднимется, чтобы там из лесу рудить. Вот. Это как бы люди, которые там были. Ну, наши сограждане много чего видели в мире за последние четверти века. И не всегда это Ефелева башня. Это еще некоторая изнанка. И, скорее всего, это или доведение до самоубийства, или убийство. Но прошло больше года, российские власти делают вид, что так и надо. Нужно убивать граждан Российской Федерации. Пожалуйста, убивайте их в свое удовольствие. Или доводите до самоубийства в свое удовольствие. И хваленое нидерландское правосудие, потому что нас это вообще не касается, вот неестественная смерть, а забили его там, зарезали его там, или довели до самоубийства. Это не ваше дело, уважаемые родственники покойного. Вас это типа не касается. Вот такое нидерландское, такое европейское правосудие, нужно просто понимать, что мы там не люди для них. Вот есть люди, которые обладают правами человека, гражданством и так далее. Это те, мстить за которого может приехать авианосец. или мстить за которого, могут, закрыв рынок страны для соответствующей продукции. Граждане Российской Федерации людьми не считаются. Тем более не считаются те, кого будут обвинять в падении малазийского Боинга. Ну вот из тех, причем там не суразит в этой европейской, западной и украинской версии такое количество, что волосы встают дыбом, и просто разбегаются глаза, не знаешь, о чем и говорить. У меня простая вещь. Все знают, что этот рейс вели диспетчеры Днепропетровска. Так вот, за всю историю незалежной Украины это единственный рейс, первый и последний, который на территории Украины вели диспетчеры не киевского авиаузла. Потому что Днепропетровск, хотя и город большой, но аэродром там, ну скажем так, не национального значения. Это местный, ну региональный аэродром. И авиадиспетчеры ведут международный рейс только тех, кто прилетает из-за границы в Днепропетровск и улетает. Чтобы вести иностранную компанию на территорию Украины, у них нет ни малейшего опыта. И это делают не они. И вот почему-то этот рейс специально и целенаправленно отдают Днепропетровску. Никого до и никого после. Вопрос почему? Ну то, что украинцы не отвечают, это понятно. Я бы тоже, если бы кого-нибудь зарезал, не стал бы отвечать на вопрос почему. Но наши же их не спрашивают про это. Продолжим через несколько минут после рекламы и новостей. Оставайтесь с нами. Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда» «Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». 17.47 в Москве «Комсомольская правда» прямой эфир. Антон Челышев в микрофон. Доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Михаил Геннадьевич, ну, давайте вот предвосхитили наши новостники, уважаемые, следующую тему для разговора. От малайзийского Боинга я предлагаю перейти к событию сегодняшнему. Николай Азаров объявил о создании Международного комитета спасения Украины, в которую войдут... Все, вот теперь Украине точно конец. Но туда не войдет господин Янукович, например. Вот. Готовы люди, говорят, что готовы взять на себя ответственность за восстановление Украины, заявил господин Азаров. Значит, Николай Янович Азаров очень хороший человек. И он эффективный менеджер, совершенно без всякого, так сказать, подтекста, к которому привыкли издевательски вкладывать в этот термин в Россию. Но он действительно хороший хозяйственник. он вот из людей типа Косыгина, который, кстати говоря, был нэпманом в Сибири в 30-е годы, успел побывать. Но, естественно, другой масштаб. Но вот из этой категории он хозяйственник. Он для Украины спас химическую промышленность. Он много чего спас. Химическая промышленность заслуга просто его собственная. Вот не было бы Азарова, химической промышленности в ее сегодняшнем виде бы не было бы там. Но он ни минуты, ни политику. Я прекрасно понимаю, почему он сделал это с таким опозданием. Он все надеялся, что найдется какой-нибудь политик, ну, хоть царев, в конце концов, который такой комитет создаст. Ну, грубо говоря, правительство Украины в изгнании. Как Кадыгой создал свободную Францию, создается комитет свободной Украины. Я бы так назвал. Но они создали, провели в пафосном месте в гостиницу «Украина». Ну, уже неправильно, потому что, ребят, коллеги, если вы бедные политэмигранты и беженцы, почему вы выбираете одно из самых пафосных мест Москвы? Вы бы еще бы на Рублевке провели бы, где-нибудь в Барвиха-Хиллз. Да? Дальше. Я понимаю, что можно договориться, это будет бесплатно. Можно договориться, это будет дешево. Но это неправильно выглядит, неправильно воспринимается. Дальше хорошо. Вы готовы взять ответственность? А кто вам ее даст? На Украине свое правительство, извините. Харьковский съезд был в прошлом году. Это на Украине тогда не было государственности. Ведь почему референдум в Крыму абсолютно легитимен, в том числе и по международному праву. Чего так боятся все эти западные клоуны? Потому что в момент проведения референдума в Крыму украинской государственности не существовало в результате нацистского переворота и не существовало благодаря позиции Европы, Соединенных Штатов Америки, которые эти нацистские перевороты осуществляли. Вот почему они так визжат и в такую нирвану впали по поводу Крыма. Они нам его отдали своими руками. Если бы референдум в Крыму проходил бы годом раньше или годом позже, когда украинская государственность тогда еще существовала и сейчас сложилась заново, это было бы действительно невозможно. Но сегодня украинская государственность есть. Она плохая. Она, на мой взгляд, нацистская, повторюсь. Это не ругательство. Есть определение у этого термина. Они попадают под это определение. Чтобы там наши правозащитники, профессиональные русофобы не говорили. Но, оно есть, это государство. Что они будут делать здесь? Они будут координировать партизанское движение? Не будут. Николай Янович Азаров не может этого делать. Он хозяйственник. Они будут восстанавливать канализацию в Донбассе? Не будут. Или они на месте восстанавливают местные власти, или не восстанавливают. Но там есть власть. Они будут бороться за свержение, так сказать, нацистского режима? Заниматься пропагандой? Хорошее дело. Только при чем здесь спасение Украины? То есть, понятно, при чем оно здесь? Но это немножко сложное умозаключение, что вот люди в Киеве разрушают, а мы будем все по-новому. Да, простите, чем отличается от правый сектор? Они говорят то же самое. Что люди в Киеве разрушают, и мы хотим по-новому. За свободную Украину, например, я понимаю. За демократическую Украину понимаю, за народную Украину понимаю. Комитет спасения Украины от кого? От русских захватчиков? Население Украины верит, что оно воюет с Россией. Комитет спасения Украины для щирого украинца это комитет спасения Украины от Путина. Вопрос. Как это будет восприниматься там? И думали люди, об этом люди, которые это организовывали. Кстати, Кремль уже открестился от всей этой истории. Ну, конечно, открестился. Ну, понятно, что это самодеятельность, причем такая, вот знаете, как бы сказать, помершеголимая самодеятельность. Еще раз повторюсь, я не хочу ни про кого сказать плохого слова, но Николай Иванович Азаров еще раз показал, что он не политик. Это не хорошо и не плохо. У него другая специальность. Вот я не астрофизик. Надеюсь, что я и не политик тоже. Я экономист. Николай Иванович Азаров хозяйственник. Вот я не очень понимаю, почему ни одна из российских корпораций еще не оторвалась его с руками, с его опытом. Может быть, просто он не хочет. Может быть, были предложения, он не захотел. Не знаю. А хозяйственник, он бесценен. Даже много бизнеса работает на Украине. Да и, собственно, и в новых условиях он может поработать. Но политическое начинание, с моей точки зрения, это особых перспектив не имеет. Хорошо. А что бы тогда имело перспективы в борьбе за умы украинцев еще не окончательно порабощенных пропаганд? Так имеет киберберкут, пожалуйста. Блогер Шарий, пожалуйста. Сидит себе человек где-то в Европе и записывает ролики трехминутные раз в день. Вы знаете, по крайней мере, он равнозначен по эффективности российской государственной машине. На Украине я имею в виду. Огромное количество людей воюют в сети. Ну, диванное ополчение – это такое самоирония очень сильное. Но это же правда, что огромное количество людей считают себя обязанными перепостить, а то и разогнать по всем своим украинским коллегам все, что они получают новое. Не потому что их где-то на зарплате, потому что просто их деды воевали с фашизмом, они это помнят. Вот это. Дальше наше нормальное пропаган... Государство могло бы вести нормальную пропаганду. Но когда всякие позднеры начинают рассказывать, что по их мнению в российских СМИ нет альтернативной, то есть, нацистской точки зрения, знаете, есть нацистская точка зрения в официальных российских СМИ. Участвовал в некотором количестве так-шоу, и по Украине почти всякий раз сидит какой-нибудь человек, которого просто хочется убить физически. Вот хочется прийти на студию с ножом и, что называется, исполнить свой гражданский долг и служебный. Иван Ильич, давайте у нас есть еще буквально три минуты... Вот почему мы занимаемся пропагандой нацизма в эфире государственных телеканалов? Я не понимаю это. Я не понимаю это вообще. Это, с моей точки зрения, это преступление, но считается это нормально. Напомните, в каком месте мы там нацизм пропагандируем? Когда отдают слово... Не мы с вами, нет, упаси Боже. Когда отдают слово представителю сегодняшней киевской власти, которая начинает рассказывать бред. Вот не просто ложь, это пропаганда. Потому что человек десять раз слушает ложь, а на одиннадцатый раз он начинает ей верить. Это запрещено. По всем законам информационной политики это запрещено. Нет, у нас это, пожалуйста, вперед успеть. Как так можно, я не понимаю. Давайте к внутренним новостям быстренько, коротко перейдем. Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев пожурил Сбербанк. Глава правительства порекомендовал Сберу обратить внимание на проблему с филиальной сетью в регионах, сообщает Интерфакс. Думаю, что не только в интересах сами жителей, но и в интересах банка. Не терять клиентуру, тем более, что свято место пусто не бывает. Появится другой банк с продвинутой филиальной сетью. Есть разные идеи по созданию почтового банка, намекнул глава Каблина. Идея по созданию почтового банка, они лет больше 10 лет уже бродят и упираются в то, что создание филиальной сети – это очень дорогое занятие. Это просто очень дорого. И если господин Медведев думает, что банковские филиалы растут сами собой как подорожник, то он сильно заблуждается. Но в целом он еще раз подтвердил свою репутацию. Удающегося специалиста во всех сферах жизни, лучшего друга российских физкультурников, или там кого, бадминтонистов на комбайнах, да? Да-да, бадминтонистов. Вот, выдающегося специалиста по антисанкциям. Кстати, сейчас мы год отмечаем, я думаю, что еще за недельку мы вернемся к теме. Потому что хотелось бы поговорить об этом поподробнее, это безумие. Но на самом деле Сбербанк ограничивает операции, он уходит в интернет. Насколько я могу судить, основные деньги он зарабатывает на операциях с ценными бумагами, в населении он не нуждается. Для него, насколько я могу судить, и как я ощущаю себя, приходя в обычное отделение Сбербанка, я лишний человек, я просто источник издержан. Пожалуйста, или я должен сидеть в интернете, или я должен сидеть в другом банке. Все, точка. При этом в регионах люди беднеют катастрофически, поэтому региональное отделение Сбербанка сейчас должны были провалиться все. Просто потому, что у людей физически нет денег. Благодаря в том числе политике господина Медведева. При всей моей нелюбви к Грифу, в данном случае, Медведев укоряет его впоследствии в собственной деятельности. Михаил Дмитриевич, спасибо вам большое. До встречи через неделю. В нашей студии был доктор экономических наук Михаил Делягин. Новости сегодня тоже не особо порадовали. Будем надеяться, что через неделю, в следующий понедельник, как-то полегче будет. Давайте друг другу это пожелаем. Оставайтесь с нами. Счастливо. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет?